Добрый день, коллеги! Рада приветствовать нашу международную делегацию, которая представлена бизнесменами, заинтересованными в приобретении московской продукции из трех стран. Это Египет, Малжир, Марокко. И благодарю спикеров, которые присоединились к нам и к нашему диалогу, что же нам сделать такого еще, чтобы наш экспорт в этом направлении вырос в разы. Для начала я бы хотела убедиться, попросить наших сопровождающих делегации убедиться, что наши международные коллеги скачали QR-код и имеют возможность слышать все, что мы говорим, потому что наши спикеры настолько прекрасны сегодня, что большинство из них будет говорить на русском. Если удобнее, они будут переходить на английский, но чтобы все участники нашего мероприятия все понимали и мы говорили на одном языке, независимо от того, на каком языке говорит спикер. Включите презентацию, пожалуйста. Я представляю Московский экспортный центр. Это организация, созданная правительством Москвы для помощи московским компаниям при выходе на зарубежные рынки. Для этого мы оказываем целый спектр услуг от образовательных, акселерационных программ до выставок и бизнес-миссий и регулярно работаем с компаниями по совершенно разным отраслям промышленности. И вот какую тенденцию я заметила. Наш экспорт растет, в том числе в те страны, которые сегодня мы будем обсуждать, растет хорошими темпами, несмотря ни на что и по 2023 году показал хорошую динамику. Но экспорт товаров дизайна, экспорт товаров мебели и интерьерных решений составляет не более 1% от общих объемов экспорта Москвы. Поэтому мы, как Московский экспортный центр, задались вопросом, что же возможно сделать еще для того, чтобы экспорт в этом направлении вырос. Мы понимаем, что спрос на наши предложения есть. Я думаю, что наши зарубежные коллеги уже, даже проходя по выставке, убедились, что у нас достаточно много интересных интерьерных решений, которые мы можем предлагать зарубежным партнерам. Мы, как организация поддержки экспорта, тоже в этом убеждаемся. Каждый день у нас есть компания, например, Белси, которая зашла в акселерационную программу, прошла несколько образовательных курсов в школе экспортера, выбрала для себя продукт, который будет интересен зарубежным партнерам. Это School Skeleton с уникальным дизайнерским решением. И, воспользовавшись мерами поддержки по сопровождению московского экспортного амбассадора, по участию в выставках в зарубежных бизнес-миссиях, нашли себе уже зарубежных партнеров и успешно экспортируют на многие страны. И хотелось бы, но это разовые кейсы, хотелось бы, чтобы в этом направлении у нас было гораздо больше движений, больше успешных кейсов компаний, которые могут сказать, что да, они представлены во многих странах. В прошлом году мы представляли мебельное решение на выставке «Индекс» в Саудовской Аравии и увидели, что спрос у зарубежных партнеров также есть. Поэтому мы это направление продолжили. В этом году для российских участников, могу пояснить, у нас приехала большая делегация из Алжира, Египта и Марокко. Это компании, которые заинтересованы в приобретении продукции. И сегодня мы здесь в таком дружеском диалоге, хочется обсудить, что же они ждут от наших компаний, от нашего бизнеса для того, чтобы экспорт в этом направлении вырос. Поэтому мы поговорим отдельно по разным странам. У нас представлены спикеры из как раз каждой из этих стран. И от каждого спикера было бы интересно услышать ваше мнение, честное, открытое, что компании из вашей страны ждут от нашего бизнеса, каких предложений, каких решений. Ну и, конечно, если есть какие-то интересные информации по тому, какие кросс-культурные особенности надо учесть, потому что мы понимаем, что все, что связано с дизайном, это обязательно должно учитывать кросс-культурные особенности в той стране, в которую мы выходим. То также, я думаю, было бы интересно послушать нашему московскому бизнесу, что ждут партнеры с вашей страны. И не занимая больше времени, я передаю слово директору по международному сотрудничеству с Россией и странами СНГ, компании Expolink, Лелли Афифи. Вы занимаетесь сотрудничеством между компаниями Египта и Россией уже достаточно давно, у вас есть хороший опыт. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, что же нужно нашим компаниям сделать для ваших партнеров, чтобы экспорт рос еще больше. Несмотря на то, что он и сейчас составляет хорошую динамику. За прошлый год у нас экспорт с партнерами из Египта вырос более чем на 40%, но нет предела совершенству. И взаимная торговля между нашими странами, я считаю, имеет гораздо больший потенциал, чем он реализован сейчас. Да, спасибо огромное. Но я перехожу на английский язык, чтобы мои коллеги понимали. В первую очередь, я хотела бы выразить благодарность Московскому экспортному центру за то, что вы нас пригласили. У нас более 15 компаний из Египта, которые приехали сюда. Это дизайнеры, компании по интерьеру, производители. И им всем очень интересно сотрудничать с российскими компаниями. И я согласна с вами. Я имею в виду, что действительно у нас очень хорошие возможности для того, чтобы увеличить представление российских компаний, потому что Египет, в первую очередь, импортирует сырье, технологии из России. Достаточно много мы импортируем сырья, древесины. Но мы хотели бы выйти на новый уровень. Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество являлось взаимовыгодным для обеих стран. Египет — это очень большой рынок. У нас 110 миллионов, и мы также являемся окном для того, чтобы выходить в Африку, в Ближний Восток, для всех российских компаний. Очень много возможностей. И мы действительно очень гибки, мы открыты к сотрудничеству. И с нашей стороны, в первую очередь, мы хотели бы, во-первых, сказать о совместном производстве. Я считаю, что для нас это действительно очень важно. И некоторые российские компании, например, могут приехать в Египет и поставлять какое-то сырье. Мы будем производить товары в Египте, это будет египетский продукт, мы можем потом продавать их в Европу, на Ближний Восток. То есть там также нужен партнер, который понимает культуру, который понимает Африку, понимает менталитет Ближнего Востока. И мы можем являться таким партнером. Мы готовы к этому. У нас заключено большое количество торговых соглашений с большим количеством стран. То есть это и африканские страны, и страны Евросоюза, и ближневосточные страны. И мы могли бы также обмениваться дизайном, потому что у нас есть база данных дизайнеров, дизайнеров интерьера, которые работают в различных областях, в Саудовской Аравии, в Африке, в Дубае. И они действительно хотят сотрудничать. Мы готовы к передаче технологий. Мы готовы сотрудничать на новом уровне, готовы создавать новый дизайн, создавать что-то на стыке русской культуры и египетской культуры. Мы готовы использовать разные материалы. Также египетские компании могут поставлять в страны СНГ через Россию, поскольку существуют некоторые страны, которые хотели бы получить ваши материалы. То есть вместе мы могли бы зайти в какую-то новую страну. Так работает новый бизнес. В России очень хорошая база данных, поэтому мы могли бы ей воспользоваться для того, чтобы выйти на рынок страны СНГ. А у Египта очень хорошая база данных для того, чтобы выходить на страны Ближнего Востока и Африки. И, с другой стороны, мы являемся Египетской ассоциацией экспортеров. Мы занимаемся бизнесом уже 25 лет. И мы всегда стремимся, чтобы было взаимовыгодное сотрудничество. У нас большое количество различных программ, которые могут помочь российским компаниям. У нас есть Академия экспорта. И мы занимаемся обучением на английском, на русском языке. То есть это доступная для нас хорошая программа исламского финансирования. И я думаю, что действительно мы можем вместе зайти в какую-то новую страну. Египет — это хорошая платформа для различных выставок подобной этой выставки. То есть мы действительно проводим разные выставки. Люди из разных стран приезжают к нам. Я хотела бы обратиться ко всем российским компаниям. Пожалуйста, приезжайте к нам. Вы можете также принимать участие в наших выставках, которые мы организуем, в нашей организации. И мы также можем способствовать сотрудничеству в сфере B2B в будущем. У нас большое количество производителей, мебельных компаний. И им нужны новые технологии, им нужен новый дизайн. У нас также есть новый промышленный город, в который могут приезжать российские компании. То есть это специальная экономическая зона. И действительно очень много областей, в которых мы можем сотрудничать взаимовыгодно с российскими компаниями. И я также хотела бы сейчас обратиться к вам, рассказать о секторе IT, потому что также он очень известен своим дизайном, технологиями, а не только в сфере мебели. Я знаю, что эта отрасль также очень перспективна. И я думаю, что лучше всего, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, наше партнерство было взаимовыгодным. И, наконец, что касается результатов российско-египетского сотрудничества, я сама являюсь таким результатом, потому что у меня родители из России, из Египта, и я говорю и по-русски, и по-египетски. Я этим очень горжусь. Большое спасибо. И мы, на самом деле, наконец-то в Москву принесли солнце, сейчас здесь тепло. Поэтому большое спасибо. И я действительно надеюсь, что вы обратитесь к моим коллегам гибельской делегации. Пожалуйста. Благодарю, Лейла. Подтверждаю, что действительно все аспекты необходимо учитывать. И хотела бы обратить внимание на тот пункт, который вы обозначили. Это участие в выставках, бизнес-миссиях, которые мы организуем, например, для московских компаний с возможностью выезда в страну и организации B2B-встреч. Это прекрасная возможность для бизнеса находить своих партнеров в зарубежной стране. И обязательно нужно этой возможностью пользоваться. Можно это делать самостоятельно, можно с поддержкой Московского экспортного центра, Российского экспортного центра. У нас регулярно проводятся мероприятия в Египте. В прошлом году мы участвовали в выставке Big Five. Через две недели у нас состоится бизнес-миссия в Египте для наших компаний. И всегда компании приезжают с результатом. Не было у нас мероприятия, после которого бы компания ни одна не заключила экспортный контракт. И поэтому подключайтесь, пользуйтесь возможностью и обязательно выезжайте в зарубежные страны для того, чтобы найти партнеров. Спасибо. Второй день подтверждаю. Солнце для вас. Мы старались. Москва не только производитель хороших решений, IT-решений, дизайнерских, но и бывает теплой, солнечной и гостеприимной. Но и переходя к Алжиру. Нет, Марокко. Алло? Алжир, да. Вы готовы? Подскажите, пожалуйста, слово передаю. Мы уже общаемся второй день, общаемся по-дружески. Я забыла представить для вас, коллеги. Слово передаю управляющему директору по африканским инвестициям и сотрудничеству Белхамите Мохаммеду Аль-Мелоуду. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Алжир для нас, наверное, не такое было очевидное направление, как Египет изначально, но уже за прошлый год объемы экспорта увеличились более чем в два раза. И по несырьевому, неэнергетическому экспорту рост составил более 80%, поэтому мы понимаем, что сейчас в ближайшие годы торговое сотрудничество между Россией, Москвой и Алжиром будет увеличиваться. Мы знаем, что вы реализуете различные проекты для расширения и укрепления этого сотрудничества. Очень хотелось бы узнать о них и о вашем мнении, что же ждут партнеры из Алжира от нашего московского бизнеса. Надежда Александровна, спасибо вам за такие целесообразные слова и комплименты еще. Большое вам спасибо. Я как выпускник Московского университета поставил перед себя целью развивать отношения в своей стране отношения с Россией. Нас научили, когда мы закончили советский вуз тогда, быть послом в своей стране для тогда Советского Союза и сейчас для России, Российской Федерации. Эта миссия входит в нашу обыкновенную постоянную жизнь в Алжире. И стараемся как можно воспользоваться случаем открытия отношений и развития отношений между Алжиром. Хотя отношения исторические существуют, но в последние годы вот эти отношения уже переходят от определенных стратегических отношений на более широкие экономические, социальные, культурные и так далее. Мы как выпускники вписываемся в эту динамику, создавая организации, то ли общественные организации или коммерческие организации для того, чтобы вступить в эту динамику и участвовать на составлении этого моста между Россией и Африкой через Алжира. Вот поэтому я воспользуюсь случаем, чтобы упомянуть выступление нашего уважаемого президента во время форума Санкт-Петербургского форума недавно президент республики упомянул, что по этому поводу экономическую политику, принятую Алжиром, которая направлена на освобождение страны Алжира от независимости от углеводородов, то есть нефти, путем привлечения национальных инвестиций прежде всего, а затем иностранных инвестиций, чтобы иметь возможность развивать экспорт в другие страны и туда, и в обратную сторону. Что касается в это время, во время форума, были подписаны многие договора в области сельскохозяйства, в области индустрии, в области культуры, в области многих секторов экономики. Я хочу остановиться на сегодняшний день в области дизайна, архитектуры и декора. вы, конечно, извините, может быть, перевод не тот, но я через гугл быстренько и постараюсь как-то дать свои мнения на основе того, что мы проходили вчера. Большое вам спасибо за то, что вы удалили нам такую уникальную возможность посмотреть, общаться с профессиональными в области дизайна, декора и архитектуры. Со мной прилетали представители, я пригласил только двоих, потому что для того, чтобы преподнести нашим профессиональным то, что мы живем с вами хором и каким образом мы можем посоветовать своим бизнесменам в области дизайна и архитектуры и декора. Почему? Потому что долгие-долгие времена наши бизнесмены, поскольку недалеко Средиземное море, Франция рядом, Испания Италия и они привыкли к ним обратиться и развивать этот тонкий бизнес. Почему бы нам, выпускникам советского вуза, российского вуза, не преподнести вот эту нашу информацию туда и объяснить до какой степени вот этот декор, славянский декор, замечательный декор, замечательный дизайн, через который передается отличная мысль дружбы, сотрудничества, сближения народов. Позвольте, я прочту вам на русском языке то, что я смог на несколько минут переводить. Хотите приобрести свой дом или квартиру? Это вопрос. Поэтому необходимо пригласить команду, которая специализируется во внутренней архитектуре, внутренней отделке и дизайне, которая сможет в координации с нашими алжирскими представителями в этой области определить структуру и гармонизацию пространства, играя на объеме с материальными цветами и цвет, сочиняющий в себе эстетику и так далее. Вчера мой коллега познакомился с одним профессионалом, с мадам Ириной, Ириной, диван.ру. Они нашли общий язык, долго общались, обменивали мнениями. Мой друг коллега вот здесь сидит, зовут его, он специалист по дизайну, он торгуется мебелью, он сам у него свой завод, развивает, по-русски не говорит, но хочет говорить на русском языке, для того, чтобы внедрить в специальность дизайна славянского. Вот он тут сидит в войсках, который смотрит на нас с удовольствием. И для этого он мне говорит, я бы с удовольствием, он говорит, я бы с удовольствием пригласил бы мадам Ирину пригласить ее и ее команду профессионалов и обсудить некоторые вопросы на месте там, посмотреть завод, поднимать нужные вопросы для того, чтобы найти общий язык для того, чтобы создать это сотрудничество и почему бы не создавать, реализовать продукцию в Альжире и почему бы не продавать еще дальше в Африке. И тогда вот этот завод будет базой для распространения российского продукта в Африке. Они задали вот такие вопросы. Должно быть четкое определение потребностей альжирского северо-африканского и африканского общества. Планирование, проектирование, реализация, а также контроль за работой, чтобы гарантировать гениальные результаты. Следующее. Идея изучения и создания планирования управления должны быть в центре подходов архитекторов и российских и алжирских. Принимать во внимание учет критериев функциональной, экономической и экологической безопасности. Принимать еще во внимание культурную черту, которая высказывается в создании того или иного продукта. Например, в Алжире в любой гостинице, в любых продукциях то и обязательно вы найдете почерк. Почерк культурный местный местного народа. Почему бы не создать совместную культуру славянскую, российскую, африканскую. И лишь тогда африканцы могут найти себя в этом декоре, в этом дизайне и будут не только покупать его, но и распространять вне Африки. Это цель Владимира Путина находиться в Африке и развивать бизнес. Большое вам спасибо. Благодарю господин Мелоудов. Уже который раз убеждаюсь, конечно, выпускники наших университетов это основа сотрудничества нашего с различными странами в Африке. В Алжире в первую очередь, наверное, мы знаем ни одного выпускника и все они становятся основой развития сотрудничества и укрепления его сейчас в торговле, поэтому благодарим вас за такую активную позицию, за то, что вы продолжаете нести роль посла советско-российской культуры и являетесь пропагандистом нашего славянского дизайна. Идея очень хорошая создание какого-то универсального стиля. Я думаю, что вы с партнерами обсуждали уже вчера это вот с Диван.ру. Будет еще несколько встреч. Сегодня обязательно у вас будут организованы встречи на площадке этой выставки и надеюсь, что обязательно все получится. Вы найдете общий язык с партнерами из России и все состоится. Ну и хотелось бы конечно у нас 15 минут в стране в стране Марокко также Северная Африка не менее важная для нас для сотрудничества. Мы регулярно проводим мероприятия. Вот уже сейчас вы находитесь здесь с визитом. Мы через неделю посетим выставку в Gitex с IT-компаниями. И конечно хотелось бы у вас узнать с чем вы сегодня приехали на это мероприятие на бизнес-миссию к нашим российским компаниям. Что вы ждете от них? Каких интересных решений? Что вам и вашим коллегам из Марокко интереснее всего было бы увидеть от нашего московского бизнеса? И слово я передаю директору кабинета архитектуры, который входит в национальный совет архитекторов и центрального регионального совета Марокко господину Алате Абдуллахан. Спасибо. Так что здравствуйте друзья. Что спим? Давайте. Так представляю я зовут Алате Абдуллах я из Марокко мне очень приятно сегодня что находится здесь с вами на этот красивое мероприятие от вас ждем много и от нас тоже будет много но сегодня мы должны узнать как мы можем использовать это все и что это все красивые вещи не остались просто здесь что они вышли отсюда что все люди узнали что русские имеют и что наши имеют тоже потому потому это самое главное сегодня для нас что этот фронт что уже не был потому что мы сегодня живем в этот мир в котором мы должны все единиться что мы все были одни что мы помогали друг другу доказывали что мы имеем а что вы имеете сегодня я надеюсь что все красивые вещи которые я видел не сегодня и вчера это очень приятно видеть так архитектура это моя амбиция интерьер дизайн это моя жизнь я это живу каждый день смотрю делаю по своим рукам своим мыслам своим мозгам и вижу что наши друзья очень много что имеют культура русская культура или скажем советская или как правильно сказать славянская славянская культура это очень большая культура которые имеет очень много и которые жалко сегодня что она осталась здесь почему не все люди знают это почему не 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 выход почему будем думать только здесь кругом и будем мыслить только так мы должны выходить до людей как они мыслить смотреть другие культуры выходить до этих людей потому что мы должны если выходим до людей хотим что наши отношения побольше станет мы должны думать как они думают смотрят других они смотрят что там дистанция или сколько или то это далеко или нет это все мы должны это все отбивать я думаю это 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 ключевой вопрос который мы должны за это отвечать выходить до других других мест и я думаю еще это что эти вещи которые мы видели это благодаря этих руках которые это сделали это очень приятно это все видит благодарю поддерживаем неоднократно обсуждали с успешными экспортерами что же нужно сделать для того чтобы экспорт все-таки состоялся и главный тезис был от всех компаний главный совет пробовать пробовать выходить и обязательно ставить себе такую задачу дорогу осилит идущий какие бы сложности не казались на этом пути логистика оплату все все можно решить если пробовать пытаться и двигаться в этом направлении конечно мы готовы вам помогать мы готовы все это сделать читай сарисе это наша вторая сторона мы здесь учились здесь знали здесь много видели здесь и часть нашей жизни был то для нас это дорогая наша страна читайся так имея готовы все дело для чтобы помогать наши друзья еще ваши к нам еще наши к вами еще что сотрудничали и открыли всю мир для всех данный мир не не это для всех людей благодарю секрет небольшой на для участников нашей сессии мы со спикерами перед мероприятием разговаривали насколько честно можно говорить свое мнение и я всем спикером сказала говорите как есть и очень приятно слышать что мнение положительное мнение нацеленное на результат сотрудничества и на то чтобы наши действительно мебели интересное решение все что можно увидеть сегодня на выставке те компании которые не представлены на выставке но также являются производителями и из москвы и других регионов чтобы они двигались и действительно вы считаете что это перспективное направление для развития сотрудничества хочется спросить у зала если у кого-то вопросы коллегам если нет мы еще пообсуждаем либо возможно у кого-то есть вопросы на любом языке можете задавать у нас с удовольствием ответит я спят но прекрасно значит у нас еще есть 10 минут для того чтобы порассуждать на эту тему с кем из компаний вы ну вот диван ру вы уже встречались с кем вы встречаетесь в рамках этого нашего мероприятия вы уже видели их материалы их решение что вас заинтересовало больше всего мебель и интерьерный декор возможно дизайнерские украшения для дома что вам понравилось и что у вас как бы сподвинула для приезда сюда и организации встречи с компанией вопрос ко всем доктор кто готов сначала спасибо огромное московский экспортный центр который пригласил нас что ведь сегодня здесь все увидят этих всех красивых вещей и не в дизайне не мебли все было все очень очень красивых вещей компания которые встречали талант 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 большой есть опыт большой и мы как представители страны северная африка у нас принципе как сказать мы больше работаем с европейским странами они бы хотели еще открывать на других на культура шоу этих красивых вещей у нас тоже будет спасибо коллеги добавить до нашего приезда мы видели несколько компаний мы сделали онлайн встречи 22 компании есть очень много потенциала что мне понравилось компания что они открыты сотрудничеством что они открыты экспортника к прошлом не просто продукции нет мы совместное дело можем войти в другие страны я видела много которые открывают свой бизнес дубай делают культуру разную много очень компании разговаривают на английском языке это очень важно профайлы делают на английском языке это очень важно войти в новый мир второе есть который делает тренки project есть компании которые мы говорили которые они хотят чтобы у них были совместный сапплеер которые делают и айти интерьер это тоже очень важно в нашем деле с другой стороны мы вчера были на другой выставке most built и там две компании мы встретились и из моих египетских коллег которые мы делали они делали раковины говорят что это очень потенциальный дизайн и могут быть сотрудничества много надо только поговорить о по поводу стоимости надо подумать немного по поводу сколько это все стоит потому что в конце что играет роль это конечно стоимость потому если стоимость потому что сто процентов здесь производит можно совместное провести и в другой стране но в конце мы вместе можем продать это в четвертую страну да да я уверена что сегодня вы еще встретите также много компаний уникальных интересных надеюсь что переговоры будут успешно и будет еще много поводов обсудить стоимость для того чтобы это потом реализовалось контракты и успешные сделки потому что сегодня здесь представлено еще больше компания и мы как представители египетской стороны экспо лин конечно мы можем быть хабб для всей конечно северной африки у нас есть как органе наша организация есть огромный потенциал огромный опыт в b2b встреч и как как корректировать и найти хорошего партнера но это мы как говорится как сваха у каждого есть свои рекомендейшон каза свои чтобы войти в другой рынок надо партнера найти который нуждается потому всегда обращайтесь и вы в любая компания все знают меня потому давайте будем работать у нас да есть вопросы зала да да сейчас прошу прощения пока там разбираются с микрофоном потому что есть хорошая новость тоже добавку посетили то что нужно посетить и мы брали полностью стопроцентно все что понравилось мне нам мы согласны полностью с подходом московского центра с которым мы с удовольствием идем вперед и будем сотрудничать с московским центром уже мы сотрудничаем с российским центром экспорта только что родилась просьба такая почему бы нам гостям вас не создать такой коллектив северной африки и подумать вместе как нам можно организовать единый единую выставку с московским центром на северной африке это я согласен с этим предложением я об этом уже думаю с первого дня когда я познакомился с коллегами московского центра с которыми я понял что с ними можно только работать и продвигаться дальше почему наши прекрасные знакомые ребята которые закончили московские советские российские вузы в африке в центральной африке малии в нигерии буркина фасу и так далее которые они действуют пишут нам и говорят что мы не за что не идем назад мы всегда вперед и каждый день чем занимается и занимает хорошие стратегические стратегические посты и они думают вместе с объединиться а почему нам на северной африке не объединяемся и создадим вот такой коллектив и вместе хором создадим вот такое пространство для северных африканских народов спасибо вам давайте подумаем об этом спасибо да обязательно подумаем я думаю хорошая идея я согласна египет марокко альжир тунис наверное ливия и все мы за все и начинай с очуху но и у нас есть вопросы зала день я из египта у нас прошла очень интересная встреча вчера мы очень многое обсудили по вопросу сотрудничества и в египте также на одном из мероприятий присутствовал клади российская делегация я тогда сказал что это подходящее время для сотрудничества потому что мы нужны друг другу египет северная африка африканские страны россия египет является очень хорошим хабом для всего мира и совместно с нашими коллегами северной африке я согласен с тем что было сказано о сотрудничестве действительно очень хорошая идея в чем состоит проблема вот вчера на выставке мы говорили с нашими российскими коллегами и у них были вопросы они боятся да то есть проблема это страхи и бизнес в принципе связан со страхами всегда возникают какие-то страхи страх двигаться вперед потому что всегда говорят что в египте в марокке в алжире что ну я хорошо живу я зарабатываю достаточно денег для своей семьи почему мне нужно делать что-то еще каким образом можно мотивировать людей из вашей организации из наших организаций для того чтобы развивать бизнес сделать инвестиции как можно сделать это вместе я верю что для того чтобы сломить этот страх мы должны оказать им поддержку мы должны дать им какие-то стимулы должна им сказать что если вы это сделаете то мы будем вас поддерживать мы будем с вами не то что мы просто открываем для вас дверь и говорим идите удачи нет потому что они этого боятся мы можем предоставить какие-то стимула сказать хорошо если вы это сделаете. Египет, Россия. Мы предоставим вам какой-то бонус. Египет, Марокко, Россия, еще лучше. Египет, Северная Африка, еще лучше. И необходимо все это делать с энтузиазмом, делать все это правильно. Понимаете? И необходимо, чтобы люди получали поддержку, чтобы они получали поддержку от правительств обеих стран, правительств собственной страны, чтобы они могли этим заниматься без страха. Таким образом, мы можем оказать поддержку потому, что большинство людей действительно хотят заниматься бизнесом. Есть в основном какие-то компании среднего размера, средний бизнес. У них капитала не так уж и много. И поэтому они боятся чего-то нового. И я думаю, что действительно мы должны оказывать поддержку. И кто может оказывать поддержку? Люди, которые представляют, например, ваш московский экспортный центр, потому что действительно я вижу, что вы проводите очень важную работу. И с нашей стороны также. Я сейчас говорю не от лица моих друзей, но у меня есть друзья, которые занимаются инвестициями в Египте, инвестиционный фонд, мы даже оказываем полную поддержку. Я думаю, что в Марокке, в Марокко, в Алжире. Люди занимаются тем же. И действительно, мы можем это сделать вместе. Поэтому давайте начнем эту работу, пожмем руки и задумайтесь над тем, как сделать что-то конкретное. Я хотел бы пригласить всех вас приезжать в Египет. Мы будем рады видеть всех вас. Мы можем организовать подобное мероприятие. Также у нас есть друзья из Северной Африки. И можно также посетить их. Я желаю вам всего наилучшего. Большое спасибо. Большое вам спасибо. Я полностью согласен с господином Галялием. И это действительно хорошая площадка для сотрудничества. Мы вчера очень хорошо поработали на выставке Мосбилд. И я хочу сказать, что мы здесь в нужном месте в нужное время. Конечно, есть определенные препятствия к тому, чтобы как бы все это делать. Основная проблема это страх. Мы вчера общались с российскими предпринимателями, и они говорят, ну да, ну мы маленькие, у нас денег-то немного, мы боимся. Наши коллеги из Египта, в том числе, тоже семейные компании, это средний и малый бизнес, они тоже сидят, им все нормально, все устраивает. Они тоже боятся заглянуть за горизонт. И наша задача, как им помочь преодолеть этот страх, заменить тревогу на радость. И наша задача именно в этом. То есть, как представители Египта, я хочу сказать, что мы я полностью согласен с коллегами Милудом, Алати Абдулла, совершенно правильные вещи говорят. То есть, нам нужно какой-то дать им бонус, что ли, или премию, сказать, что, ребят, давайте работать, поддержать их, в конце концов, потому что российский экспортный центр молодцы, московский экспортный центр вдвойне молодцы. Но нужно начинать с конкретных вещей. И со стороны Египта, я хочу сказать, и марокканские коллеги меня поддержат, и алжирские тоже, северная Африка, мы должны объединяться, работать вместе. Но нужно начинать с конкретных вещей. Давайте обозначим как конкретику, и поможем этим ребятам, самое главное, им помочь, сделать первый шаг. Спасибо. Я могу? Спасибо. Действительно, это, мне кажется, прекрасная завершающая речь. Добавлю буквально пару слов. Мы рады, что мы сегодня открыли эту дверь. Мы привезли вас и дали возможность московским компаниям встретиться с вами здесь, сейчас на выставке. Надеюсь, что все воспользуются этой возможностью, не будут бояться это мероприятие также послужит для вас толчком к тому, чтобы перестать бояться. Коллеги зарубежные говорят, все возможно, все перспективно. Наши компании могут и должны выходить на экспорт. Наберитесь смелости и сделайте еще один шаг к тем дверям, которые открываем для вас мы. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Последнее слово одно. Спасибо вам огромное на московском экспортном центре. И спасибо Надежда за все, что ты делаешь. Это огромная работа. И вы можете это делать, и вы будете сделать это побольше. Спасибо вам огромное. Последнее слово. Я приведу к вашим сведениям, что в Алжире, правда, у нас были особые обстоятельства для того, чтобы выйти на международный рынок, но теперь работаем целесообразно, и мы верим, мы верим, что мы дойдем до нужной цели. Нужная цель это сотрудничество, а в первую очередь эти последние годы это с Российской Федерацией. Естественно, мы продолжаем сотрудничество почти со всеми странами, это входит в дипломатию, естественно, это обязательно, но с российским рынком мы уже думаем конкретно о двух вопросах. Первый вопрос это логистика, как туда отправить продукцию и как получить продукцию Российской Федерации в Алжир и в Африку. Это уже первый вопрос, я лично занимаюсь этим вопросом с нужными инстанциями официальными с двумя сторонами. Второй вопрос, как платить, как платить, забрать продукцию и как платить, каким образом мы этим занимаемся. Эти два вопроса актуальнее и поэтому мы приглашаем московский центр помочь нам по этим вопросам. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Мы обязательно мы вчера обсуждали второй день уже диалоги, как же решить наши ключевые вопросы. Мы как московский экспортный центр постараемся сделать все возможное для того, чтобы возможности для экспорта у московских компаний было больше. мы не волшебники, но тем не менее мы стараемся и в части логистики, в части финансовых вопросов мы конечно будем стараться сделать все для того, чтобы договоренности, которые сложились между вами и московскими компаниями в рамках мероприятия обязательно реализовались и состоялись. Спасибо большое наши дорогие спикеры успешных вам переговоров, успешного преживания в солнечной Москве. Спасибо участникам за то, что были с нами. Хорошего дня.